Субтитры предоставил DimaTorzok Дома более чем на километр можно лишь участникам демонстрации и с целью молитвы о происходящем узнаем у члена финансовой комиссии Кнессета и комиссии по аллее интеграции депутата от партии НДИ Алекса Кушникова. Политические события недели, страсти по карантину в Израиле, открытие зимней сессии в Кнессете и прогнозы относительно ее продолжительности, а также неожиданно быстрое выздоровление Дональда Трампа в США, обсудим с журналистом издания «Мариев» Анной Раевой. А также бабушкам и дедушкам в помощь израильские хайтыкисты привлекли на помощь пожилым людям искусственный интеллект. Их разработка позволит одним нажатием кнопки помочь нуждающимся на праве в обращение волонтерам, живущим по соседству. О новой израильской инициативе «Май Сафта, моя бабушка» расскажут Дан Хидекель и Антон Гар. Все это в нашей программе прямо сейчас. На этой неделе Израиль должен был начать поэтапные выходы с карантина, но он, очевидно, откладывается. Политики не договорились о сроках. Минздрав и Совет нацбезопасности призывают подождать с возобновлением учебы и послаблениями. А владельцы малых бизнесов угрожают приступить к работе даже без разрешения на то правительство. Все это происходит на фоне открытия зимней сессии КНЕСЭТа в обстановке очень далекой от праздничной, когда угроза очередных выборов по-прежнему витает в воздухе. С нами в студии член финансовой комиссии КНЕСЭТа и комиссии по алие интеграции депутата партии НДИ Алекс Кушнер. Здравствуйте. Здравствуйте, Наю. Ну, угрозы в новых выборах уже превращаются из угроз в обещание. Сегодня мы слышим главу коалиции Микки Зора из Ликуда, который говорит, в общем-то, прямым текстом в интервью 23 декабря, очевидно, мы пойдем на выборы, если не случится чего-то из ряда вон выходящего. Вы знаете, это просто очередное доказательство того, что то, что интересует это правительство, это только само это правительство. Потому что я напомню, что до 23 декабря это правительство наконец-то должно принять хотя бы какой-нибудь бюджет. На 8 дней оставшись. На 8 дней, на какой-нибудь бюджет. Потому что бюджет это главный инструмент для стабилизации экономики. И понятно, что на весах сегодня стоят две вещи. Или бюджет и стабилизация экономики с одной стороны, или политическое выживание Нетаньяу с другой стороны. И вот это тот баланс интересов, в котором мы живем. Поэтому уже на сегодняшний день никто не скрывает, что то, что интересует Нетаньяу, это сам Нетаньяу. И больше ничего другого. Подобные заявления свидетельствуют о том, что мы, в общем-то, наблюдаем начало предвыборной кампании. Вы знаете, по моему мнению... Или продолжение предвыборной кампании. По моему мнению, Ликуд эту предвыборную кампанию никогда не заканчивал. Это очень легко отследить в соцсетях по количеству ботов, которые они используют. По количеству грязи, которые они выливают на всех своих политических оппонентов. Поэтому для Ликуда политическая кампания, предвыборная кампания не прекращалась. Помимо политических перипетий, которые мы еще вернемся в продолжение нашего разговора, на этой неделе профессор Юси Шаин должен представить план, еще один альтернативный план выхода из карантина, поэтапного, каким бы он ни был. Но план, который призван, в общем-то, стабилизировать ситуацию. Мы видели такие планы от Нафтали Беннета еще в начале кризиса. Затем проект Ронни Гамзу представлял свой план-светофор, который был введен слишком поздно. И практически через неделю начался карантин. Ковы шансы, что у этого плана вообще есть будущее? Во-первых, наверное, план Ронни Гамзу, это больше, знаете, такой мигающий светофор с желтым цветом. Который, прежде всего, показывает на то, что это правительство не способно принимать никаких решений. Антикризисный план Юси Шайна, который был написан, по инициативе и просьбе Виктора Любермана, отличается от всех остальных планов тем, что были собраны действительно, ну, наверное, самые светлые умы во всех дисциплинах израильской, скажем так, научной общественности, для того, чтобы действительно создать план, который поможет этому государству выйти из кризиса. Я, допустим, не верю в то, что за полтора месяца можно написать эффективный план выхода из кризиса, как написал господин Беннетт в своей книге, которую, по-моему, читали пять человек в этом государстве, но главное, что все знают, что такая книга существует. Если чуть-чуть углубиться в то, что написал Юси Шайна и его команда, там есть очень, мне кажется, несколько важных моментов, которые государству, в принципе, не будут стоить никаких денег, это значит, что их можно имплементировать уже сегодня. Первое, наверное, самое важное, это сокращение дней изоляции. Мы видим, что в других странах, в Европе, дни изоляции сокращаются, и это никак не влияет на увеличение количества заболевших. Таким образом, это можно сделать, потому что каждый такой день изоляции стоит государству и экономике очень много денег. Кстати, буквально сегодня мы слышали о том, что... А так что, работодателям и самим работникам? Да, вот самое интересное, что вот сегодня мы как раз слышали о том, что государство приняло решение 50% стоимости изоляции возложить на кого? Естественно, на бизнесы. Государство само решило, что оно не имеет абсолютно никакой... Мы в этой студии пытались выяснить вопрос, кто оплачивает дни изоляции в течение последних 7 месяцев. Нам это не удалось. Нет, это очень просто. Последние 7 месяцев дни изоляции оплачиваются работодателями. То есть их, в принципе, приравняли к болезненному листу, к больничному листу. И в какой-то момент... И не снимаются с больничных. В результате человек оказывается без больничных. В случае, если он заболеет коронавирусом, он будет сам оплачивать свои... В какой-то момент Верховный суд обратился к правительству и сказал, ребята, вы должны навести какой-то порядок. И вот это тот порядок, который они решили навести. То есть болезненные дни продолжают сниматься со счета человека, который находится в изоляции с одной стороны, а оплата на 50% ложится на плечи бизнеса. То есть государство, как всегда, умывает руки. Это первое. Второй пункт очень важный в этом плане. Это так называемый обратный светофор. Что это значит? Это значит, что определена минимальная рамка процента заболеваемых, при которых открывается город. То есть если, допустим, в каком-то городе уровень заболеваемости не превышает 5% от проверяемых, естественно, это значит, что этот город можно открыть. Он становится зеленым, и там открываются бизнесы, там открывается система образования, люди начинают дышать, экономика начинает работать. Для чего это сделано? То есть в любом случае это дифференциальный план? Конечно, это дифференциальный план. Помимо этого, есть достаточно серьезный и разработанный план, направленный на мобилизацию безработных в систему здравоохранения. Помимо этого, естественно, прописаны... Дельноходящихся сейчас, например, в неоплачиваемом отпуске. Да, прописаны пункты, связанные с так называемым халят-гамиш. То есть гибкий неоплачиваемый отпуск. Что это значит? Сегодня мы видим, что у нас тотальный неоплачиваемый отпуск, все вышли в отпуск. Тем не менее, бизнесы некоторые могут вернуться к работе, но не на полную мощность. Таким образом, понятно, что если государство будет готово субсидировать часть зарплаты человека, работника, то бизнесу будет выгодно открыться и продолжать работать. Есть еще несколько очень важных планов. Я думаю, что стоит почитать эту программу. В любом случае, когда мы говорим о дифференциальной программе, мы видели, что произошло перед праздниками. государство решило, что оно не способно решить этот вопрос при противостоянии религиозных партий. В результате все пошли в карантин. Это понятно. Вы знаете, неважно... Как реализовать дифференциальную программу, если, например, главы партий религиозных или партий арабских, например, будут протестовать против введения подобного дифференциального подхода. Но это неважно, какой самолет я дам водителю трактора. Он все равно не сможет взлететь. Понятно, что в первую очередь, для того, чтобы провести любой план, включая план, который представлен профессором Шайном по инициативе Либермана, нужно сменить водителя трактора на пилота самолета. Я думаю, что не нужно объяснять, кто водитель трактора, правильно? Перейдем от этой аналогии и вернемся обратно в здание КНСАТО к политике, которое у нас связано абсолютно со всем. Мы слышим о том, что действительно выборы могут случиться в декабре. Чем это чревато в результате для ситуации с коронавирусом, которая никуда не девается? Ну, вы знаете, мы находимся... Это опять временное правительство. До марта у нас будет система выборов. Вы знаете, мы находимся в состоянии потери контроля уже, в принципе, достаточно давно. Это не то, что утверждает Нейтаниел. Нет, Нейтаниел утверждает, что мы сейчас видим, что карантин сработал, действительно уменьшилось количество заболеваемости, и мы начнем выходить... Да, вы помните этот анекдот с козой, правильно? Что если маленькую квартиру поселить козу на три недели, потом эту козу убрать, то люди почувствуют облегчение. Та цена, которую мы сегодня платим за то, что у нас уменьшается количество заболеваемых, она просто невыносима. Не только для экономики, но и также для психологического состояния людей. Потому что мы слышим каждый день о том, что есть все больше и больше людей, которые обращаются к психологам, обращаются к социальным работникам и говорят о том, что их психологическое и психическое состояние ухудшается. Вот буквально на этой неделе... С экономическим. Да. Вот буквально на этой неделе я поднимаю в Кнессете вопрос о том, что дети, которые находятся в группе риска, находятся в очень страшном состоянии. Чтобы вы поняли, количество случаев, стычек с полицией увеличилось на 85%. Мы говорим о подростках. Да. Увеличилось на 85%. Это только в течение двух месяцев. В два раза выросло количество подростков, которые говорят о том, что они чувствуют себя одинокими. И в три раза выросло количество подростков, которые говорят о состоянии страха. А как же с этим бороться, если мы видим, что образовательная система в ближайшем обозримом будущем для старших классов не начнет функционировать другим образом? Поэтому я говорю, что нужно менять водителя трактора. Натаньяу должен покинуть свой пост, потому что он не способен провести никакого рационального решения абсолютно ни в каком аспекте нашей жизни. И в любых раскладах политологов, которые мы видим сегодня, шансов на то, что Натаньяу не оказывается у власти, даже в случае, если Ликут теряет определенное количество мандатов, их не так много. На что вы рассчитываете? Вы знаете, это же не Тора Миссинай. То есть, да, это не Тора, который нам дали на горе Синай. Все зависит от нас. Все зависит от каждого избирателя. Если мы хотим... То есть, на самом деле, выбор очень простой. У нас есть опция создать либеральное сионистское правительство. И для этого либеральные сионистские партии должны набрать как можно большее количество голосов. А с другой стороны, у нас есть возможность остаться с тем же самым ультра-ортодоксальным правительством. И это не важно, сколько мандатов будет у Натаньяу и сколько мандатов будет у Беннета. Все равно и тот, и другой создадут коалицию вместе и со своими естественными партнерами, ультра-религиозными партиями. Поэтому выбор между свободным государством и фундаментальным государством. На данный момент мы видим по вопросам, что Нафтали Беннет только укрепляет свои позиции. При раскладе, о котором вы говорите, это означает очередное право правительства в главе с Натаньяу. Да. Ну, понятно, что у Нафтали Беннет и у Натаньяу те же самые естественные партнеры. Это Шасс и Адута Тура. Понятно, что Нафтали Беннет, если у него будет выбор создать правительство с Натаньяу и с ультра-религиозными партиями, или с Леберманом, он выберет ультра-религиозные партии и Натаньяу. И понятно, что при любом раскладе каждый голос за Нафтали Беннета – это голос, который продвигает Натаньяу на пост премьера. И буквально последний вопрос о вылетах из аэропорта Бенгурион, который тоже работает в карантинном режиме. Люди, приобретавшие билеты после 25 сентября, не могут вылететь на данный момент из Израиля. Министр транспорта Мири Рагев из Ликуда сама говорит о том, что нужно отменить это ограничение. Вы говорите о том, что нужно отменить это ограничение. Ограничение до сих пор существует. Вы знаете, это вообще поразительная история. Потому что на самом деле решение об ограничении вылетов принято не из соображений пандемии, оно принято из соображений уравниловки. Мы обсуждали этот вопрос в этой суде. Вопрос в другом. Я думаю, что многие из нас, приехавшие из бывшего Советского Союза, понимают, что это значит. Прошло уже немало времени, этот вопрос до сих пор не решает. Опять же, на этой неделе у меня есть, так сказать, прямой вопрос на пленарном заседании к министру Мири Рагев, который я задам. Этот вопрос звучит следующим образом. По каким причинам закрыты аэропорты? Министр Мири Рагев уже озвучила свою позицию и сказала... Министр Мири Рагев, если она... О том, что она за то, чтобы открыть... Тогда очень просто. Если министр транспорта Мири Рагев не способна провести решение, которое она считает важными, она должна покинуть свой пост. Все очень просто. Если бы все было настолько просто, то, наверное, министры и другие чиновники высокопоставленные, которые нарушают предписания правительства, изданные правительством, наверное, они тоже бы вместо извинений тоже бы предпринимали какие-то другие, более серьезные шаги, но мы их пока что не видели. Но есть еще два... У нас, к сожалению, заканчивается время, буквально последней фразой. Два закона, которые фракция «Наш Дом Израиль» поднимает на этой неделе, я думаю, что это очень важно. Закон о гражданских браках. Которые, я надеюсь, что либеральные партии поддержат. И второй закон о том, что демобилизованные солдаты должны получать пособие по безработице во время коронакризиса. Я думаю, что это справедливо и важно. И я надеюсь, что у нас будет большинство. Безусловно. Будем надеяться, что тем, кому особенно нужны эти средства, они все-таки достанутся и попадут. Спасибо большое, Алекс Кошин. Спасибо. Итоги политической недели подводим с корреспондентом издания Маариев Анной Раевой. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, здравствуйте, Нова. Ну, что ж, начнем с зимней сессии Кнессета и заявлениями, которыми она сопровождалась. Каковы ваши впечатления? И действительно ли мы направляемся к тем самым выборам, о которых в открытую говорят некоторые депутаты Ликуда? Я полагаю, что к выборам мы отправляемся примерно с первого дня существования этой коалиции. Всегда есть такое впечатление. И единственный вопрос, который нас сопровождает на этом нашем пути, только когда это случится. И, насколько мне помнится, мы с вами тоже неоднократно встречались в разных форматах в этой студии для того, чтобы ответить на единственный вопрос, когда произойдут выбор. Согласитесь, это не очень здоровая ситуация для конструкции, которая называется пафосно правительство национального единства. Тем не менее, это так. И на сей раз, в принципе, мизансцена не изменилась. И даже я хочу отметить, что если вы наблюдали за открытием зимней засеки КНЕФ, это мероприятие, которое, в принципе, предполагается как торжественное, там уровень взаимных нападок, уровень взаимонеприятия, которое находит выражение обычно в всевозможных выкриках с мест, попытках перебить выступающего, нападках и всего того, что называется парламентской риторикой. То есть все это присутствовало, разумеется, но на несколько таком замедленном огне, я бы сказала. То есть перебивали, конечно же, выкрикивали, конечно же, нападали, но не так, как это бывало прежде. От чего так происходит? Это свидетельствует о том, что все, в общем-то, уже понимают, куда дело идет? Нет, опять-таки понимают, куда дело идет все, я думаю, и довольно давно. Я думаю, что это свидетельствует о неком таком положении всей политической системы, я бы сказала, в режиме стендбай немного. Поскольку, с одной стороны, все видят опросы общественного мнения последние, эти опросы, которые не сулят партии Кахой Лаванны и довольно давно уже, да, ничего хорошего. Если выборы бы случились сегодня, Бенниганс мог бы рассчитывать, скажем так, на 7, может быть, 8, может быть, в хороший день 9 мандатов. Согласитесь, это очень далеко от той картины, которую мы наблюдали, когда он входил в правительственную национальную выдержку с Нитаньяо. С другой стороны, это совершенно не означает, что для Нитаньяо это очевидный, однозначно, такой золотой момент, когда он может пойти на выборы и сорвать весь банк. Во-первых, это... Голова парламентской коалиции Микки Зоор говорит, что 23-го, он просто говорит это открыто уже в интервью, 23-го декабря, очевидно, мы идем на выборы. Микки Зоор говорит о том, что мы идем на выборы уже довольно давно. Он, кстати говоря, если вы помните, предвещал нам поход на выборы еще летом, а в итоге все кончилось отложенным на 100 дней бюджетом, да, и с конопроектом, который был в итоге... И карантином, разумеется. Да, ну карантин, да, никак не зависит ни от одного из 120 депутатов нашего парламента, включая премьер-министра, а вот поход на выборы довольно-таки зависит. Я думаю, что Микки Зоор в данном случае, он играет с одной стороны ролью плохого полицейского в Ликуде. И, кстати, апропо Микки Зоора, плохой полицейский, это выражается не только в его мрачных прогнозах и призывах пойти на выборы. Например, мы слышали его последнее интервью на радио 103, в котором он посоветовал юридическому советнику правительства, Абихай Мандерблита, немедленно покинуть свой пост, угрожая неким новым компроматом, который якобы имеется в Ликуде. Перемьер-мини Таньяо потом поспешил опровергнуть, конечно, эти угрозы. Но, тем не менее, да, просто, чтобы вы поняли примерно позицию Микки Зоора, он... Это в продолжении угроз, которые мы слышали от министра транспорта Мири Регев в отношении Яля Берковича, которая не будет главным тренером. Это угроза другого уровня, может быть, по форме это, конечно, и то, и другое угроза, но по содержанию, разумеется, они разные уровни. Это отражает определенный уровень парламентской риторики, той самой, о которой мы говорили. И Яля Берковича, юридического советника правительства, ключевую фигуру, как полагает, Нитаньяо, небесновательную в уголовных делах, у меня именно Нитаньяо, поэтому в данном случае это отражает многое, в том числе и некую какую крайнюю радикальную позицию, которую занимает Микки Зоор. Начать к вопросу о том... Да, насколько буквально о записи, которую мы уже затронули, раз уж мы коснулись этой темы, насколько эта запись, которая, в общем-то, является достаточным подарком, таким, своего рода, для правого лагеря. Амир Хан уже написал в Твиттере, что я вам говорил, Микки Зоор тоже утверждает, я вам говорил это все время. Насколько этот подарок действительно может повлиять на расстановку сил? Я бы, ну, все-таки была бы точна в терминологии. Не правый лагерь, это подарок, прежде всего, для Бениамина Нитаньяо и для Ликуда. Тот факт, что Ликуд все последние годы, ну, прежде всего, Бениамина Нитаньяо, да, все последние годы, работает очень упорно над тем, чтобы мы все в своем сознании ставили однозначный знак равенства между понятием правого лагеря, понятием Ликуд и именем Бениамина Нитаньяо, да, это вовсе не означает, что действительно, что хорошо для Нитаньяо сейчас и для Ликуда, то автоматически хорошо для всего правого лагеря. Я думаю, если вы спросите об этом на скале Бенната, он ему найдется, что вам по этому поводу сказать. Что касается записей с диалогами, которые ввел Вихай Мандерблид, то здесь надо понимать, что ведется война. Война, естественно, ведется тоже, прежде всего, Бениамином Нитаньяо. Это война, прежде всего, и в первую очередь, его личная война за выживание, за политическое выживание, за, собственно, личное, как бы, да, будущее, потому что человек, в отношении которого начался уже уголовный процесс, понимает, что церемониться, скажем так, да, продолжать действовать каким-то образом умеренно, чего-то бояться, опасаться нападать на тех, кого он видит своими врагами в противоположном лагере, просто бессмысленно, да, он стоит перед реальной возможностью быть осужденным на реальный тюремный срок, как мы это понимаем, да, в самом крайнем случае. Поэтому все, что делается сейчас, нападки на юридическую систему, назначение Амира Ханы на пост министра внутренней безопасности, а до этого на пост министра юстиции, человека очень приближенного к Нитаньяо, все высказывания резкие в адрес юридической системы в целом, и высших чиновников этой системы, и в частности, Бихай Мандерблид, это все часть одной большой войны, которую Нитаньяо очень надеется выиграть, ему это важно, и политически ему это важно, и юридически для его судебного процесса, он пытается сделать все для того, чтобы дискредитировать ту самую судебную систему, которая отправила его под суд, в лучшем случае, если удастся, найти достаточно компромата для того, чтобы потребовать, просто снять с него его обвинительное заключение, снять с него обвинения, которые были ему предъявлены, доказав, что те люди, которые стоят за этим следствием, которое закончилось обвинительным заключением, они просто некомпетентны, что они предвзяты, что это было совершенно личное, незаконное действие с их стороны, и в итоге попытаться просто остановить судебный процесс, который пока выглядит как машина, которая уже запущена, едет, и остановить ее, как кажется, невозможно. Этот судебный процесс вполне совпадает с теми датами, о которых говорит Микки Зор, практически, можно сказать, что очень близко он совпадает с этими датами, и очевидно, что в ближайшие месяцы мы только увидим усиление этой самой конфронтации, и различных обвинений, которые будут звучать с разных сторон. Однозначно. Анна Раева, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Пока израильские политики, далеки от единения граждан страны, ищут эффективных способов решения проблем для самых незащищенных слоев общества, которыми оказались в период коронавируса пожилые люди. Именно им должен помочь проект «Моя бабушка» Майсавта, разработанный Даном Хидекелем из Хайтека и Антоном Гаром, выпускником проекта «Макшимим» и призывника в киберподразделении израильской армии. Здравствуйте, Дан и Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, ваша инициатива, безусловно, она подошла по времени, буквально идеально к ситуации, в которой все мы находимся, и, к сожалению, пока что еще непонятно, сколько времени будем находиться. Расскажите немножко о самом проекте и его идее. В двух словах, проект называется «Майсавта», он мобилизирует самые передовые технологии в мире для того, чтобы помогать пожилым людям. Одним из ключевых моментов этого проекта является то, что искусственный интеллект сканирует социальные сети и сам находит волонтеров, тем временем он их анализирует и их общественную деятельность, их потенциал, и вносит в нашу базу данных. То есть это происходит без вмешательства человека. С другой стороны, на телефон пожилого человека устанавливается программа, которая состоит всего лишь из одной кнопки, и именно с ее помощью пожилой человек может найти ответ на любые вопросы, может найти помощь по любому аспекту. Что ему нужно сделать для этого? То есть вот эта кнопка, что она позволяет сделать? Ему нужно что-то писать, ему нужно заполнять какие-то формы? Ему нужно нажать кнопку и сказать все, что он хочет. На каком языке? Мы, значит, учитывая мультиязычность нашего населения, мы поддерживаем практически все языки. На данный момент это 107 языков. 107 языков? Да, да. С ума сойти. Программа умеет переводить это в любую сторону. Она обрабатывает запрос на 107 языках. Она ищет волонтера в соответствии с языком и в соответствии с местом жительства. И еще очень много критериев. И выдает именно того, кого надо. Даня, я знаю, что есть личный аспект в этой истории. Эта идея вам пришла в голову в связи с вашей собственной бабушкой. Расскажите об этом немножко. Да, это все началось незадолго до короны. В январе этого года у меня умерла бабушка. И в это время так получилось, что я был за границей. Ну, видимо, это и послужило каким-то толчком для создания этого проекта. То есть, когда мы находимся вдалеке от наших близких, в то время, когда они нуждаются в помощи, это и подвинуло меня на создание этого проекта. Антон... Потом через... Да-да. Да-да, продолжай. Через какое-то время грянула корона, и это немножко изменило мою точку зрения по поводу этого проекта. То есть, оказалось, что не только пожилые люди, очень пожилые люди нуждаются в этой помощи, а еще очень многие слои населения. То есть, мои родители, которым только-только исполнилось 70 лет, оказались тоже моими потенциальными клиентами. То есть, оказалось, что намного больше людей могут потенциально использовать этот сервис. Я бы очень хотела спросить Антона о том, как он действительно, в каком формате он участвует в этом проекте, и насколько ему близка эта тема. Хорошо. У меня тоже свои бабушки, которые тоже смартфоном не так уж хорошо осваивают и могут с ним играться. Извините, мою русский язык мне очень хорошо. Можете, конечно. Разумеется. Спасибо. Извините. 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 что даже не мере, известная корона, это очень, что-то действительно работает в реке, а проекте, но и когда корона не угрOW, а вот начнем зоком, и межеводом, об�и шлема не угрыбляют. И все, что... И что, кто смешает, и кто-то, кто смешает, и кто-то не заинтересован, что для меня там начинает этоBone, или парень устроен? или кто-то, или кто-то, или что-то, или кто-то, что вы делаете дела на вас, очень хорошо. Какой стойкий, это может быть самым, На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями вы можете следить на наших страничках на Еврите, в Твиттере, в Фейсбуке и сети Телеграм. А мы с вами следимся на канале Кнесет ровно через неделю. Всего наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok